Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, как вы, может быть, уже заметили, по хронометражу этого ролика он будет у нас большой, потому что мы сегодня, в принципе, заканчиваем наш, можно так сказать, первый полноценный сезон. Ну а так, в нашей карьере это уже получается второй, потому что мы полгода в первом сезоне играли в Америке, и вот второй сезон для нас начался в Испании, полгода мы тоже отыграли в Испании, и вторую половину сезона отыграем во Франции. Вот такие у нас сегодня матчи, во-первых, это 5 матчей в апреле в чемпионате Франции, это еще и матч против ПСЖ. Дальше у нас четвертьфинал еще Лиги Европы, то есть, скорее всего, еще матчи добавятся, если мы пройдем, конечно, Реал Соседат в четвертьфинале. Дальше, в мае также у нас игры в чемпионате Франции, мы доиграем чемпионат, и полуфинал Кубка Франции у нас еще будет, снова, кстати, с ПСЖ. Поэтому матчей будет сегодня очень много, так что мы постараемся как-то вот быстренько их, конечно, пройти, буду вставлять самые такие вот яркие только моменты, вот как-то так. Что у нас сейчас по новостям? Кандидаты на звание игрока месяца в марте, вроде бы как вам показывал, это Ян, Эймар, Мбаппе и Харид, вот как-то так. Поэтому в ближайшие дни мы узнаем, кто все-таки станет игроком месяца. А пока что вот таким составом мы выходим, Сантитиен против Марселя, поехали. Итак, 30-й тур, Сантитиен принимает Марсель, выездная для нас игра. Ну что ж, сейчас посмотрим, какие нам задачи здесь ставят, так, оценка, удары, перехват, я не знаю, даже давайте оценку получим, потому что я не знаю, может быть у меня не получится поворотом-то пробить. Так, вот здесь Балерди накосячил, момент, и это 1-0. Сантитиен забивает, то есть вроде как и я закрывал вот этого игрока флангового, но Балерди вроде как там уже даже был первый на мяче, вот. Но его просто корпус не заметил игрок Сантитиена, в итоге мы пропускаем на выезде. Так, Милик, супер, но здесь надо сравнивать, надо сравнивать, и это 1-1. В самую девятку вроде я сейчас даже забил, 21-я минута, ой, как сейчас так, ударил странно, конечно, я пытался забрать мяч. Ну давайте посмотрим повтор лучше. Мне кажется, я в самую девятку пробил. Ну действительно, во внутреннюю девятку, не знаю, как во внешнюю, если так вот посмотреть. Там больше, мне кажется, чуть-чуть пониже, чем девятка, но вот во внутреннюю прям точно мы мощно попали. Здесь вот и мы подключаемся. И, и забивать, ну вы посмотрите на эту комбинацию, и это 2-1, забиваем дубль. Какой действительно шикарный гол мы сейчас забили. Очень классная комбинация получилась, и я сейчас буду сесть напросить замену, потому что у нас через пару дней уже игра против Реал Соседада. Мне кажется, эта игра нам более важна, нежели чем концовка вот против Сантитьена сейчас. Ну естественно, мы посмотрим гол. Очень шикарная комбинация, пропуски. Пас пяткой, вот так вот, ну вы просто посмотрите. Все было супер. В одно касание. Ну кроме нас, конечно, мы, естественно, подобрали мяч, и его так вперед сразу пробросили, мимо защитников. И в итоге забиваем и выходим вперед. Валевая пока что у нас победа действительно. Так, а там замены-то у нас еще остались. В принципе-то у Марселя вроде да. Давайте попросим замену. 16-й гол в 12 матчах Лиги 1. И в итоге Милик забивает еще и третий мяч в концовке, буквально за 5 секунд. До окончания дополнительного времени Милик уничтожает полностью Сантитьен. Ну и игроки домашней команды просто уже попадали на газон. Ну, они вели по ходу матча, выигрывали первую строчку, но включился и Мунис, и Милик. Здесь еще и обидно то, что вратарь вроде как потащил этот момент, но в итоге от его же рук мяч попадает в ворота. Все, финальный свисток. Уверенная выездная победа. Еще и волевая для нас. Ребята молодцы. Всех поздравляю с победой. Мы потихонечку приближаемся, конечно, к нашему титулу. Ну и лучшим игроком сегодня признан я. Забил 2 мяча. Милик гол плюс пас тоже у него оценка 10-0. У Харита одна голевая передача. И также у Жерсона голевой пас. Ну и посмотрим на статистику сейчас, что там да как. Сантитьен наигрывал на 3 мяча, мы на 4. То есть победа должна была быть примерно минимальной, но вот Милик немножечко другого мнения был и забил в концовке. Ну что же, почти все задания я сделал. Только вот по перехватам. Один только я сделал. Ну а 3 удара и оценку выше 7,5 я получил. Ну что же, у нас выездная игра против Реал Соседада. Это четверть финала Лиги Европы. Дождь на стадионе. У меня есть, конечно, небольшие там проблемы с выносливостью, как я вижу. Но и состав, смотрите. У Реал Соседада Ленорманд, Зубельдия, Нкунку, Сильва, Исак, Айрзабаль, Порту. Поэтому у них хороший такой состав. Поэтому это интересно для нас лично соперник. Поехали. Ну что же, мы снова возвращаемся с вами в Испанию. Сан-Себастьян нас приветствует. Эстадио де Ануэта. Реал Соседад принимает Олимпик де Марсель. Это просто Олимпик Марсель. Интересная сегодня у нас игра. Оценка 7,5. Не проиграйте в матче, забейте 2 гола. Давайте я вот буду уверен, что мы не проиграем в матче. Либо же его выиграем. И хорошая передача на Милика. Это 1-0. Марсель выходит вперед практически перед самым перерывом. Отдаю голевую передачу на Милика. И тот забивает. Тоненькая какая-то передача здесь. Ну и хорошее завершение нашего нападающего. Так, Сильва. Очень хороший момент. И Исак забивает. 73-я минута. 1-1. Ну и вот. Хорошая такая передача. Защитники, я не понимаю, где наши вообще были. И мы пропускаем. Сегодняшняя встреча. И можно, можно постараться вырвать победу в этом матче. В итоге мы с мячом. Нас оттесняют. Здесь пытаются. Мы передачу отдали. Все-таки Ронье. 2-1. Вырываем победу в концовке. Вряд ли на меня сейчас эту голевую передачу запишут. Потому что я вроде как и не отдавал. Там с рикошета какого-то. Ронье мяч забрал. Но как же он топово пробил сейчас. И именно Ронье заменил в начале первого тайма Тарзегей, который у нас травмировался. И вот она. Главная победа. Ребята, молодцы. Дожали. Ну и Ронье забивает свой первый гол. Дебютный в Лиге Европы в этом сезоне. Все. Финальный сток. Минимальная выездная у нас победа. Ну и лучшим игроком матча признан, я не знаю, Иса, кстати. 7-8 он оценку получил. У меня 7-7 я отдал одну голевую передачу. Ронье забил гол. Милек забил гол. И я не знаю, кстати, кто еще. А, ну сейчас на Ронье, получается, никто не сессировал. Потому что там такой вот момент с рикошетом был. Ну что же. Реал всегда отнаигрывал на 2 мяча. Мы на 3, если так смотреть. То есть в любом случае счет должен был быть минимальным в нашу пользу. Поэтому так все и сложилось. Ну что же. Не выполнили мы только счет. Там нам надо была задача забить 2 мяча. В итоге мы выиграли. Вот. Ну и оценку 7-7 получили. Итак. У нас матч чемпионата Франции. Марсель против Монпелье. Они идут на 18-й строчке. Но у нас следующая игра будет снова против Реал Соседада. Поэтому я постараюсь первый тайм отыграть. И сделать уже как минимум результат. А там как пойдет. Ну что же. Марсель против Монпелье. 31-й вроде тур. Так. Оценка 7-5. Сделать 10 передач на половине поля соперника. Давайте попробуем вот это. Почему бы нет. 15 штучек тогда нам надо будет выполнить. И мы пропускаем. Вы серьезно? 23-м минутам Монпелье выходит вперед. И за штрафной вот так вот пробили. Жермейн забивает. Ой как проходим. Ну тут надо сравнивать. Надо сравнивать. И у нас это получается. Перед самым перерывом забили этот гол. Возьмем его на центр. Хотя тут уже вряд ли мы что-то успеем сделать. Мы сейчас естественно будем просить замену. Потому что у нас следующая игра поважнее. Это Реал Соседат. Там минимальное наше преимущество. Но здесь мне кажется наши ребята смогут если что додавить. 17-й гол в 13-ти матчах Лиги 1. И Монпелье забивает на 84-й минуте. Выходят они снова вперед. И скорее всего у нас это будет поражение. И все. Финальный свисток. У нас минимальное поражение. Еще и дома. И против какой-то вот команды с 18-й строчки против Монпелье. Очень обидно конечно. Но лучшим игроком признан кстати я. 9-4 у меня оценка. 1 забитый мяч. Милика дал голевую передачу на меня как раз. Ну. А в составе Монпелье Жермейн. Неплохо блеснул. Гол плюс пас сделал. Так что у нас по ХГ. Мы наиграли на 3 мяча Монпелье. На 2 как-то. Если ну вот даже округлять. То с натяжкой. Но вот как-то они забили. То есть у нас и Павел Лопе значит как-то плохо отыграл. И оборона в принципе. Ну что же. По заданиям мы не делали только вот передачи на чужой половине поля. Вот. На половине поля соперников всего лишь делали 9. Ну а так 2 удара в створ сделали и оценку получили. Ну что же. Сейчас у нас ответная игра против Реал Соседада. На выезде мы их обыграли со счетом 2-1. Но теперь желательно дома нам тоже победить. Итак. Марсель и Реал Соседад. Поехали. Итак. Стадион Велодром. Мы в городе Марсель. Марсель принимает Реал Соседад в рамках ответной игры. Четверть финала Лиги Европы. Ну и сейчас посмотрим на наше задание. Какие нам все-таки взять. Оценка 7.5. Снова не проиграть. И отдать иголевую передачу. Давайте снова попробуем вот эту задачу. Постараемся сегодня выиграть. Ой, Арзабаль. Инкунку. Ну и это 2-2. В итоге очень быстро Реал Соседад забивает свой выездной гол. Но я не сравниваю счет. И второй мяч мы пропускаем. Вообще замечательно. Реал Соседад забивает очень быстро 2 мяча. Уже 15-ая минута. Ну вот я просто не знаю, что еще здесь сказать. Пает. Очень даже неплохо. Милик. Заброс на меня или нет? На Харид. Харид на меня отдал. И все. Мы забиваем. Мы забиваем на 41-ой минуте. Почему-то я мяч сейчас не могу забрать. Ладно. Просто пропустим как-нибудь этот момент. В итоге счет 3-3. Из-за отмены правила выездного гола. У нас сейчас может быть серия пенальти на данный момент. Но еще у нас целый второй тайм. Поэтому ребята молодцы. И у меня получилось забить Реал Соседаду. Ну а здесь уже все. Это уже было лишнее, конечно. Но с мячом до сих пор. Комара. Долго, долго, долго. И все-таки выходим. Мы вперед. В двухматчевом противостоянии. Харид забивает на 64-ой минуте и сравнивает счет. В итоге, проигрывая 2-0, мы смогли забить два мяча. В этой атаке мы, к сожалению, ничем не отметились. Но распасовки были у нас. Поэтому 2-2 счет. 64-ая минута. Марсель выходит вперед. И вот здесь вот Диенг. Можно через меня. И вот он есть. Этот момент. И этот шанс. Я не знаю, даст ли время арбитр. Выход 1 на 1. И нет. Все-таки не получилось у нас поставить жирную точку в этом матче. В итоге, ничья дома. Но благодаря победе на выезде за счетом 2-1 мы проходим в полуфинал Лиги Европы. Забив сегодня мяч, мы вроде укрепили нашу позицию в гонке бомбардиров. У нас 8 теперь забитых мячей в Лиге Европы. Ну что же, по итогу этого матча я стал игроком. На матче у меня 1 гол. Но также, кстати, Харид. Гол плюс пас. И голевую сегодня отдал Диенг. Ну что же, по ИСЖ мы наиграли на 3 мяча. Реал Соседад всего лишь на 1. То есть мы, в принципе, по матчу должны были выиграть. Но вот какие-то 2 подряд удара залетели у Реал Соседада. Ну что же, после 2-х наших матчей в четвертьфинале мы уже можем посмотреть на наших возможных соперников. В Ювентус в двухматчевом противостоянии прошел Леон. Одну из единственных, получается, уже французских команд, которые выбыли на стадии четвертьфинала. Мы единственная команда, которая попала из Франции в полуфинал. В итоге Ювентус проходит Леон. Айнтракт по пенальти обыграл РБ Зальцбург 5-4. Но мне кажется, в любом случае РБ очень хорошую игру показали. Дошли до четвертьфинала. Еще и по пенальти постоялись сопротивляться Франкфурту. Ньюкасл проходит Аякс со счетом 4-3. Ну и из всех соперников, которые у нас представлены в полуфинале, которые будут, я бы не хотел только сыграть с Ювентусом. Мне кажется, и Айнтракт, и Ньюкасл мы можем обыгрывать, но вот только не Ювентус. В итоге выполнили мы два задания. Это рейтинг матча и избежать поражения. Но дополнительные баллы мы не получили, потому что нам надо было победить и не отдали голевую передачу. Так, ну и мы получили 23 уровень. Кстати, талант нам дали выносливее всех. Еще и 4 очка на бок. Давайте я сейчас вот эти вот таланты бы посмотрел. Так, а что здесь серия голевых? Стильный игрок, дриблинг, я не знаю. Так, после пропущенного гола быстрый ответ. Мне кажется, вот это вот можно было бы убрать. И поставить вместо него вот второе дыхание и крепкий игрок. Давайте мы этот талант возьмем, попробуем, посмотрим, что он из себя представляет. Так, сейчас у нас... Я бы хотел посмотреть, какая характеристика там больше всего проседает. Это защита, понятно, и передача. Я бы передачу, наверное, попытался там как-нибудь получше сделать. Там к тому же навесы. Где они есть эти? Вот еще есть, кстати, навесы. Там вроде все остальное выполнено. Так, это что у нас? Это длинные пассы тоже можно. Почему бы и нет? Так, ну вот здесь вот полностью мы навесы вкачаем. И теперь у нас навесы 88. Я не знаю, будет ли у нас сейчас 80-й рейтинг. Но здесь 81, вообще написано, там 80 в правом верхнем углу. Сколько в итоге? Да, мы получаем 80-й рейтинг. Это замечательно. Ну и кто у нас все-таки? Айнтракт, слава богу. Слава богу, это Айнтракт. Так что, скорее всего, может быть, в финале мы встретимся против Ивентуса. А там уже, в принципе, в одиночном матче полегче, я надеюсь, нам будет. Ну а сейчас у нас просто важный, наверное, один из важнейших матчей в борьбе за чемпионство. Мы играем против ПСЖ на выезде. Против, там, Кельяна Мбаппе, Лионеля Месси. Вот он их состав. Кстати, нет, Месси не в стартовом составе, но Неймар, Мбаппе в стартовом составе. У нас много игроков, конечно, уставшие, так же, как и я. Поэтому, ну, будем бороться, будем вырывать победу. ПСЖ против Марселя. Поехали. Ну что же, ПСЖ против Марселя. Так, совершите перехваты. Процент точных передач 75 и оценку. Давайте я лучше, наверное, точные передачи попробую поотдавать. Все-таки это не командное там владение, а это лично наше. Посмотрим. Все, мы так на вынос более-менее отыграли. Но там и нарушение вроде как бы было. Милик пасует на нас. И этот момент для контратаки на самом-то деле. На вот таких вот моментах мы должны, мне кажется, вырывать победу. Сегодня и это голевая передача на Милика. Отлично. 11-ая минута. Марсель очень хорошо провел свою контратаку. Увидели мы забегание Милика. Тоненько отдали на него. И он с левой ноги забивает. В итоге 1-0. Здесь уже действительно в таких матчах без разницы, забил я или нет. Но голевая тоже хорошо. Потому что в этом сезоне я и в чемпионате Испании много забивал, и во Франции. То есть лично для себя я увижу, сколько я забил за этот сезон. Но нигде не стану лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом. Поэтому просто сейчас сконцентрируемся мы с Марселем на победу в чемпионате Франции и Кубке, и Лиге Европы. То есть можем взять вот такой второстепенный трэбл. Есть же моменты, могли быть. И это 2-0. И это 2-0. Камара забивает, увеличивает наше преимущество. Но нас здесь вообще как будто игнорировали, не отдали на нас пас. Но в любом случае главное, что 2-0 мы обыгрываем главную команду Франции. И приближаемся к нашему заветному трофею. Но в итоге я попросил замену на 70-й минуте. А вместо нас выходит Гиндузи. Немножечко сил тоже мы придержим. Тем более 2-0 ведем, можно уже в принципе, наверное, и отдохнуть. И вот Мбаппе, выход 1 на 1. Попадает в штангу, но здесь Демаре на добивание отлично сыграл. И уменьшают наше преимущество. Минимальная победа над ПСЖ на их поле. Это просто тоже замечательная история для нашей команды. Если мы еще сейчас и выиграем чемпионат Франции, то, мне кажется, можно будет записать для себя как личное достижение это обыграть ПСЖ. Сильнейший клуб Франции сейчас, на данный момент. Ну и все супер. Отдали мы голевую передачу сегодня на Милика. Лучшим игроком признан Милик. У него гол плюс пас. 9,2 у него оценка. Мы на втором месте, у нас 8,6. Отдали голевую передачу. Ну и также Бубакар Камара. А или Камара забил сегодня мяч. Что у нас по ХГ мне интересно. Мы наиграли на 2 мяча, то есть все замечательно. Но вот ПСЖ наиграли на 4. То есть у нас очень хорошо оборона. Ван Данда особенно сегодня отыграл. Ну что же, по матчу мы выполнили 2 задания. Это рейтинг матча и точные передачи. Практически. Кстати, ровненько мы видим. Прямо на границе 75% мы набрали точные передачи. Но дополнительные очки опыта мы не получим. Ну что же, сейчас у нас игра против Нанта. Они идут на седьмой строчке. Для нас это домашняя игра. По выносливости я не знаю. Давайте попробуем отыграть первый тайм. Там посмотрим, что будет по счету. Если что, попрошу снова замену. Итак, 33-й тур. Марсель против Нанта. Мы начинаем этот матч. И опасный момент. И все-таки забивает Нанта. Все-таки Нанта забили. Ну а я попрошу замену, потому что говорил, что буду играть до шести. А, так нам еще нельзя. Серьезно, все замены. Все супер. Оказывается, еще все замены спустили. Ну, замечательно. Значит, еще и будем сейчас. Серьезно, ни одной замены больше нет. Супер. Будем отыгрывать матч. Будем вырывать победу. Так что без рывков. Будем просто какие-нибудь передачи хорошие отдавать. Пас для нас. Отлично. И, ну пробить же это гол. Отлично. 75-ая минута. 1-1. Долгожданный наш гол. Я не помню, когда мы в последний раз забили. Вроде в ворота Реалса Сидада. Дома. Когда проигрывали 2-0. Ну вот, снова здесь мы дома проигрываем. Правда, с отсчетом 1-0. Но тоже неплохо. Здесь так распасовались. Еще и с левой ноги забили. И вот как сейчас это вообще понять? Что сейчас сделали наши игроки обороны? Почему Паул Лопес не выходил, хотя на него нажимал? Почему защитник сейчас просто контролировал этот момент? Вот. И просто дал пробитие нашего вратаря. Второй номер. Кто вот у нас? В итоге поражение. Вроде мы первый раз за сегодня проиграли. Если я ничего не путаю. Но вот как-то так. Я не помню, то ли мы в Монпеле проигрывали или нет, или в ничью мы с ними играли. Но еще тот факт, что нас не смогли заменить. Все замены уже на 60-й минуте закончились. Но хотя бы у меня получилось забить гол, сравнять счет. Но благодаря этому я и стал игроком матча. Что у нас по XG? Мы наигрывали на 3 мяча, на 2. Вот они все свои 2 мяча и забили. Ну что, по заданиям на этот матч мы не делали только перехваты, обводки и оценку тоже мы выполнили. Ну что же, сейчас у нас выездная игра против Реймса. Они идут на 17-й строчке. Полностью этот матч, естественно, отыгрывать не буду. Потому что у нас и сейчас выносливости нету полной. Еще и следующая игра у нас это полуфинал Лиги Европы против Айнтрахта. Поэтому первый тайм я точно отыграю. Ну и даже при любых раскладах попрошу замену. Поэтому Реймс против Марселя. Поехали. Итак, 34-й тур. Реймс против Марселя. Это Лига 1. Французский чемпионат. Ну что же, сейчас посмотрим, какие нам задания можно взять на этот матч. Так, оценка 9-0. Не проиграть. Ну и точная передача. Давайте снова точная передача возьмем. А вот здесь неплохо. И решил он сам и сам пробить. И это 1-0. Правда, я голевую на него-то сейчас не отдал. Просто как-то он забрал у нас мяч. Там рикошет еще от защитника был. Все-таки в отбор вступил защитник. В итоге сами забивает свой второй мяч в 12 матчах Лиги 1. И 1-1. Вы посмотрите, как Реймс-то сейчас забивает через себя и решили тут пробить. Еще раз хочу с повтора посмотреть. Здесь, наверное, сейчас во всех ракурсах замедленных нам покажут. В итоге нет. Но тут еще и Манданда у нас стоит на воротах. Поэтому к нему и спросу поменьше, наверное. И мы пропускаем еще один мяч. Вы серьезно? Два угловых и два пропущенных мяча. Ну как так вообще может быть-то? И это даже не в том плане, что Реймс как-то там, может, отрабатывает угловые тренировки. Ну просто два удара с угловых и два гола. Но мы уходим на перерыв. Счет 2-1. Мы проигрываем. Но замену я в любом случае попрошу. Потому что дальше игра против Айн Трахта у нас. И замечательно. 2-2. За пять минут до конца Марсель все-таки сравнивает счет. Он сами, кстати, забивает дубль сегодня. И все. Финальный свистовок. И у нас ничья. Очередные вот такие вот у нас матчи. Немного какие-то проблемные идут в чемпионате Франции. Дай бог, чтобы мы чемпионство теперь не упустили. Из-за того, что мы немного в сторону Лиги Европы уже смотрим. В итоге он сами стал лучшим игроком этой встречи. Забил дубль. У нас оценка 7-1. Мы, ну, можно так сказать, третий в команде. Никак сегодня не отличились. Ну и по XG мы наиграли на 3 мяча. Реймс на 1. Ну, там даже мы на 4 наиграли. Ну, вот я говорю. Два момента у Реймса с угловых. И два забитых мяча. Ну что же. По заданиям мы полностью провалились. И рейтинг не получили нужный. И избежали поражения, так сказать. Хотя написано не проиграйте в матче. Ну, а я же, в принципе, это и сделал. Ничья у нас есть. Вот. Ну и точной передачи мы тоже не сделали. Ну что же. Также у нас первый полуфинал Лиги Европы. Мы играем дома против Айнтракта. Посмотрим. У нас выносливость, кстати, у нас у единственного прям очень хорошая в команде. Если так смотреть, вот у Лундер еще. Делла Фуэнте. Ну и Паул Лопес тоже. Поэтому Марсель против Франкфурта. Поехали. Итак, Марсель против Айнтракта. Полуфинал Лиги Европы. Первые у нас матчи. Ну и посмотрим, что у нас сегодня по заданиям. Так, оценка. Не проиграйте. Нанесите два удара. Я не знаю даже, если честно. Давайте оценку попробуем взять. Потому что за задачу не проиграть. Это я еще не уверен. Айнтракт вроде сильная команда. Все-таки дошли до полуфинала. И выход 1-1. Все-таки Айнтракт забивает. 39-я минута. Провалилась снова наша оборона. И вот так вот просто обрезали. Очень обидно. И вот снова опасный момент. И это 2-0. Вы серьезно? Почему у нас проваливаются центральные защитники? Я понять не могу. Куда они уходят? Это что сейчас вообще было там? Столкнулись между собой. И все из-за этого косяк. Так, Бора. Снова выход. И это 3-0. Я не знаю. Мне кажется, это все без шансов. Марсель мимо. Финала Лиги Европы. Ужасная игра в обороне. Я не понимаю, что сейчас произошло с командой. И. Ну забейте. 1 хотя бы есть. 1 мяч. 1 мяч мы отыграли. Айтер забил. Но уже в любом случае во втором матче будет нам полегче. Но еще время есть, чтобы счет как к минимальному свести. Финальный звездок. 3-1. Мы проигрываем Айнтрахту дома. Обязательно нам надо забивать 2 мяча на выезде. Чтобы. Как минимум сравнивать счет в этом противостоянии. Но ужасная игра сегодня оборона. Больше ничего не могу сказать. Ничего мы даже лично за матч не сделали. Руйбал забил. Сами отдал голевую передачу. Ну и по Иксжи сейчас посмотрим. Айнтрахт наиграл на 4 мяча. Они забили. Ну то есть и мы так. Ну 3 они забили. Ну и мы вот на 1 наиграли. 1 забили. Итак. Мы вообще понизились теперь. Из-за того, что не выполняем задания. Мы теперь игроки запаса. Оценку ужасную получили. Избежали поражения. И ни одного даже удара в створ за матч не нанесли. Так. Ну только благодаря тренировке мы заслужили место в стартовом составе. Поэтому сейчас будем играть против Леона. Они идут на третьем месте. Очень не хочется им еще проигрывать. Потому что сейчас у нас отставание очень даже шаткое такое до... Точнее лидерство над ПСЖ. Поэтому посмотрим, как мы отыграем против Леона. Поехали. Итак. 35 тур. Марсель против Леона. Очень интересный матч. Первая строчка против третьей. Поехали. И сам я решил пройтись. Ну и надо забивать. Обязательно есть. Вот так вот. 1-0. На шестой уже минуте очень аккуратненько получилось раскидать защитников налево-направо. Причем даже без использования финтов. Просто на уклонение каких-то таких. Сейчас посмотрите. Вот так вот сюда ушел. Вот так вот аккуратно прошел. И все. 1-0. Мы выходим вперед. 19-й гол в 17 матчах Лиги 1. И все. Финальный сысток. Минимальная победа Марселя над Леоном. Благодаря нашему единственному забитому мячу. Не знаю станем ли мы игроком матча сегодня. Так. Ну. Леон. Не знаю зачем нам показали. Да. Мы стали. 9-6 оценку получили. На нас голевую отдал Харид. Все в принципе супер. Ну что же. По ХГ мы наигрывали на 3 мяча. Забили 1. Ну и Леон. Кстати. На 1 мяч это наиграл. Кстати. Все 3 задачи мы выполнили. На этот матч. Рейтинг матча получили. А. Так мы еще и чемпионат Франции сегодня выиграли. Я правильно понимаю. Потому что у нас уже на столе вот стоит. Я думал это моя награда как лучшему игроку матча. В итоге нет. Это супер. То есть я еще и пропустил празднование. Но в любом случае ребят. Всех с победой. Мы выиграли чемпионат Франции. Задолго до его окончания. Сейчас даже в новостях посмотрим. Так ли это. Марсель продолжает. Что-то ничего не пишут. Ну если стоит трофей. Почему бы нам его не отдать. Действительно. Я сейчас даже вот просто посмотрю и посчитаю. Так. У нас сколько там. 20 команд. 38 туров всего. То есть еще 3 тура до конца. 9 очков максимум. Ну кстати я не знаю почему так. То есть есть же еще шансы здесь на ПСЖ. Если они выиграют все матчи. А мы проиграем. У них будет 86 очков. То есть нам надо еще следующие игры. Там одну-две выиграть. Ну вот как-то так. Ну а у нас сейчас ответная игра. В полуфинале Лиги Европы против Айнтрахта. Мы проиграли дома 3-1. Надо сейчас обязательно забивать два мяча. Поехали. Ну что же. Мы в Германии. Айнтрахт принимает сегодня ответный матч полуфинала. И так. Командного владения не берем. Значит берем оценку. Потому что насчет проигрышей я до сих пор еще не уверен. И отлично голевую отдаем. И здесь прям вколачивает Ундер. На девятой минуте. Открываем счет. 3-2. В итоге в двухматчевом противостоянии. Ну посмотрите как мощно так еще прострелили. Хорошо что получилось забить. Ундер открывает счет сегодня. И вот он опасный момент практически как у нас. И все таки сравнивает. Что сейчас за косяк был в обороне. И снова нам надо забивать два мяча. Неплохо. И вот никто не подключается. Сами. Отлично. На меня. И это дубль. Отлично. Забираем. А нет не дубль. Прошу прощения. Мы же голевую только отдали. Гол плюс пас. За 26 минут. Отлично. Снова минимальным делаем отставание. Осталось забить еще один мяч. И вот неплохо на нас. Как нашли сейчас. Все. Мунис побежал. Вот он выход 1 на 1. И. И это 3-3. 4-4. Прошу прощения. Три мяча мы забиваем. Сейчас полностью уже все слова забываются. Потому что ну важный матч сегодня для нас. И это отличная у нас игра. Во-первых. Потому что вот этот Бор. Или не помню как его зовут. Нападающего из Айнтрахта. Он вышел на первое место в списке бомбардиров. Забив 9 мячей. Вот. У него сейчас этот результат. Но в итоге мы сейчас забили. Я не помню там. То ли 10-й мяч. И мы сейчас входим еще и на первое место. У нас 2 гола плюс голевая за первый тайм. И мы сравниваем счет. Надо выходить за второй тайм вперед. В обороне вроде не проваливаемся. И. Дождались. Дождались мы. И пробить. Нет. И на добивании есть. Это еще и хэтрик. Это еще и хэтрик. Марсель выходит вперед. После второго тайма. Мунис забивает у нас 3 мяча. Ворота Айнтрахта. Еще и отдал голевую передачу на Ундера. Но здесь этот матч полностью антагонист первого матча. Как у нас там ужасно играла оборона. Сейчас у Айнтрахта. Так она выступает. Здесь вроде и пробили. Ну и отскок прямо нам на ногу. Отлично. Отлично вступили в отбор. Жерсан на меня. И вот. Вот. Снова этот выход 1 на 1. И 5. А нет. Прошу прощения. 4 мяча мы забиваем. Но в итоге Марсель-то сегодня 5 забил. Все. Мне кажется. Мы уже точно в финале. Скорее всего будем играть против Ювентуса. Который пройдет на Нью-Касл. Ну как. Шикарно сегодня проводит матч Мунис. Просто замечательная игра. 4 забитых мяча. Плюс еще и голевая. Дальние удары. Это гол. Вы посмотрите с какой дистанции сейчас. Забивает. Я даже не знаю кто это забил. 88 минута. Уменьшает наше преимущество. Айнтрахт. Ну и как вот здесь вот можно было что-либо сделать. Ну с такой дистанции под перекладину пробил. И забивает Сол. Джибрил Сол. Мы в финале Лиги Европы. Четыре мяча в Германии нам помогли. Лично моих. Помогли обыграть Айнтрахт. И в итоге со счетом 6-5 в общей сумме мы проходим Айнтрахт. И скорее всего будем играть в финале против Ювентуса. Ну шедевральный сегодня. Просто этот был матч. Мне кажется самый лучший в карьере. Надолго мы его запомним. Полуфинал Лиги Европы. Ответный матч. Ну четыре мяча. Голевая передача. Просто все замечательно. Ну что же. А по Икс Джиме сейчас посмотрим. Мы наиграли на 6 мячей даже. Но вот Айнтрахт с натяжкой. Но свои два забил. Поэтому все по делу. И так в итоге действительно. Хоть и Ньюкасл один матч сыграл в ничу 1-1. Все равно со счетом 3-1. Предыдущий матч Ювентус выиграл. Ньюкасл. И мы будем играть в финале против Ювентуса. Две задачи мы выполнили. Не выполнили только владение мячом. 44% у нас владение мячом. Поэтому вот как-то так. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Лориэна. Лориэнта. Они идут на 16 строчке. У нас лидерство в 4 очка. Но если мы сейчас обыграем ПСЖ. У нас будет лидерство в 7 очков. И уже за оставшиеся матчи ПСЖ просто не сможет нагнать нас. Поэтому сегодня практически вот чемпионская может быть у нас игра. Так. А что насчет у нас следующих там матчей. Ну в принципе этот матч можно и полностью отыграть. Там уже отдохнем. Следующая игра буквально через неделю будет. Лориэнт против Марселя. Поехали. Итак. 36-й тур. Лориэнт против Марселя. Чемпионат Франции. Ну и посмотрим какие у нас задачи на сегодняшний матч. Не проиграть. Достигнуть. Давайте вот обводочки возьмем. И все-таки мы пропускаем. На 92-й уже дополнительной минуте Лориэнт нас обыгрывает в итоге. И вряд ли мы сегодня... Ну мы сегодня точно станем чемпионами Франции. И все. У нас поражение. Самая худшая команда, которая играет дома. Против самой лучшей, кто играет на выезде. Мы в итоге им проигрываем. На 90-й минуте упустили победу. Ну что же, лучшим игроком матча признан, наверное, Ля Порте. Да. 9,7 у него оценка. У меня 7,3. Ничего, в принципе, по матчу я не сделал. Ну и сейчас давайте посмотрим на XG. Мы наиграли на... Ну, кстати, ничья должна быть. Так-то смотреть. Но в итоге Лориэнт оказались более спокойные. В этом плане дожали нас на концовке встречи. Ну что же. Выполнено только одно задание. Это успешные обводки. Еще и сверху 1000 очков получаем. Но не выполнили оценку. Ну и не избежали поражения. Так, ну, кстати, в апреле признан игроком месяца я. Марсель хочет завершить сезон Лиги 1. Победы над Реном. Кстати, да. Теперь если мы... Так тут еще и про нас написали. Блестящий дебют. Средняя оценка 9,0. 29 матчей. 34 гола. 1 за иглевых передач. Уже. За Марсель. За... Ну вот наша цена трансфера. В принципе, рыночная стоимость. 44 миллиона. Но сейчас если мы обыграем Рен. А или там даже не проиграем. Я не знаю, сколько надо вот. Мне кажется, нам надо в любом случае обыграть. Чтобы у нас вот эта вот разница в 4 очка все так же оставалась. Или нет. Я сейчас не знаю, кстати. Если играем в ничью, с Реном у нас будет 85 очков, у ПСЖ 83. Да, то есть нам надо обыграть в любом случае Марсель. О, Рен, прошу прощения. И тогда мы станем чемпионами. Вот. Но у нас следующая игра это полуфинал Кубка Франции против ПСЖ. Ну что же, Рен, Марсель. Поехали. Итак, 37-й тур. Рен против Марселя. Возможно, это сейчас будет чемпионская у нас игра. Но нам нужно обыграть Рен. У нас не получилось обыграть на выезде Лориен. Но посмотрим, как сыграем сегодня. Так. Оценка. Голы, удары. Не проиграйте. Давайте оценку попробую получить. И голевая передача. Отлично. Вот так вот сейчас как-то резко получилось. На меня пошла подача углового. Смотрим. Принял на грудь. Сразу отдал. И сами забил. Но в итоге, может быть, золотая голевая передача у нас в итоге получится. Но получилось забить на выезде. Супер. Так, Конрад. Супер. Поед. И 2-0 надо делать. Супер. Все. Гол плюс пас за 34 минуты в чемпионской игре. Надеюсь, что мы сегодня получим наконец этот заветный трофей. И все-таки мы пропускаем. Рен забивает. 59-я минута. Майер уменьшает наше преимущество. Так неплохо. Конрад. И все-таки забивает Хари. 3-1. 65-я минута. Снова у нас Фора в два мяча. И 3-2. Счет 3-2. Рен снова забивает. 78-я уже минута. В этот раз я не увидел, кто, кстати, поразил наши ворота. А забивает нам Таид. Неплохо. И вот они. Последние минуты. Напряженного матча. Ну. Все. 4-2. 4-2. Мы чемпионы Франции. На 91-й минуте мы забиваем. И все. Финальный свисток. 4-2. Болельщики Марселя, естественно, приехали на эту игру. Потому что это надолго запомнится в их памяти. Марсель выигрывает чемпионат Франции. Ну что же. Ликуют футболисты Марселя. Они абсолютно это заслужили. Могли и в предыдущем матче против Флориента выигрывать чемпионат Франции. Но получилось, как получилось. В итоге я думал, мне сейчас покажут награждение. Но нет. Очень странно. Лучшим игроком признан я. Два гола плюс голевая. Ну и по ХГ мы сейчас посмотрим. Мы наиграли на 4 мяча. Мы их все изобили. Ну и Рен на 3 наиграл. Так что там хорошо у нас оборона отыграла. Все по заданиям мы выполнили. И рейтинг матча, и реализация, и избежали поражения. Так, ну что же. Пишут, что... Да, наконец-то вот. Марсель доминирует в Лиге 1 и берет титул. Замечательно. Все замечательно. Ну что же. У нас сейчас игра в Кубке Франции. Так, а нас, кстати, вызывают в сборную Мексики. Вы представляете? На чемпионат мира сразу. А у меня ведь стояла задача перед началом карьеры. Это взять трофей со сборной Мексики. Там, я не знаю, либо Кубок Америки, либо чемпионат мира. Но, представляете, сразу же нас берут на такой турнир. Ну и Милик, кстати, возвращается. Я думал, где он вообще? У него растяжение колена. Поэтому сейчас он должен нам помочь и в Кубке Франции, надеюсь, там, и на финале Лиги Европы. Ну, супер. Нас берут на чемпионат мира. Мы играем, кстати, против сборной Дании, Германии и против сборной Норвегии. Будет тяжело, конечно, выйти из группы, но мы будем стараться. Ну что же. Вот таким составом мы выходим против ПСЖ. У них еще... Все, у них теперь полностью вот это вот трио. Неймар, Мбаппе и Месси. Ну что же, поехали. Ну что же, на Парк Де Пренс мы обыгрывали ПСЖ в рамках чемпионата Франции. Теперь у нас полуфинал Кубка дома. Постараемся тоже показать домашним болельщикам, что мы не зря стали чемпионами Франции. Давайте попробуем оценку лучше, нежели чем не проиграть. И Мбаппе. Мбаппе просто аккуратно закатывает мяч, и мы уже пропускаем на самом старте. Ну и это 2-0. Очень хорошо сейчас отыграет ПСЖ, мстит нам за чемпионат. И в итоге обыгрывает уже к 15-й минуте в два мяча. Подача. Ну, есть. Ундер забивает, уменьшает преимущество ПСЖ. Нет бы взять мяч и сразу пойти. Нет, он будет праздновать. И вот она шанс. И мы забиваем и сравниваем счет в матче против ПСЖ. Отлично. Вот так вот в концовочке дожали ПСЖ, забили быстро два мяча. Все супер. И все. Финальный свисток. Счет 2-2. Не знаю, либо сейчас дополнительное время, либо серия пенальти сразу будет. Но посмотрим. Ну что же, дополнительное время. Милика еще поменяли. Ну что же, серия пенальти нас ожидает в матче полуфинальном за выход в финал Кубка Франции. Так, я еще и первый убью. Вообще замечательно, я даже не знаю. Отлично. Мое первое пенальти, вроде, которое я реализовал. Ну и все. Дальше уже все дело за нашими игроками и за Пау Лопесом. Отлично. Харид выводит нас вперед. Теперь Рамос. Это лучшие пенальтисты. Неймар и Рамос. Миссия не заменили. Так, Ондер. Отлично. Пока что очень хорошо раскладываем. Икарди. Отлично. Вот так вот. Он вышел вместо Мбапе. Жерсон. Ух ты. Супер просто. Виналдум. Супер. Два подряд, по сожалению, забивает. Но сейчас нам надо просто забить. Мечу подходит Диенг. И забивает. И забивает. Все. 83 там где-то. Ну и игроком матча стал я. У меня один гол. Так что все замечательно. Ну и по XG давайте посмотрим. Мы наиграли на 3 мяча. PSG на 6. То есть у нас хорошо оборона отыграла. Ну а в финале мы сыграем против Монпелье. Так, сделали мы два задания. Это рейтинг матча и избежали поражения. Ну и еще и вот получаем 4 очка навыка. У нас 24 уровень. Так, давайте попробуем прокачать удары у нас. Давайте вот прокачаем нерабочую ногу для нас. И дальние удары. Ну что, сейчас у нас последняя игра в чемпионате Франции. Играем против Страсбурга дома. В принципе игра уже ни на что не влияет. Но следующая вот игра у нас против Ювентуса в финале Лиги Европы. Поэтому я не знаю. Сейчас там будем смотреть. Мы и сейчас в принципе уставшие еще и серию пенальци били. Поэтому давайте первый тайм отыграем, а дальше посмотрим. Ну что же, Олимпик де Марсель против Страсбург Алсаке. Страсбург против Марселя. 38-й тур чемпионата Франции. И уже действующий чемпион играет в матче, в котором ничего не решается. Может быть для Страсбурга там повыше строчку могут занять. Но это точно игра не для Марселя. Они уже чемпионы. И готовятся к финалу Лиги Европы. Так, Пайет. Суперский пас. Ну и все. Это наверное выход 1 на 1. И надо забивать. 1-0. 1-0. Марсель выходит вперед. И мы забиваем очередной мяч. И кстати посмотрел, что вряд ли мы там догонимся из Неймара. У нас там разница с ним отставания в 10 мячей бомбардирской гонки. Но вот на второе место мы можем залететь. А еще можем стать лучшим ассистентом. В Лиге Европы. И лучшим бомбардиром в Лиге Европы. Поэтому как-то так. И мы пропускаем. 36 минута. 1-1. Страсбург сравнивает счет. Что же, попросим замену после первого тайма. И все-таки забивает Страсбург еще один мяч. 58-я минута. 2-1. И все. Финальный свисток. Минимальное у нас домашнее поражение. В последнем 38-м туре против Страсбурга. Для нас в принципе ничего это. Хотя лучшим игроком у нас признан. Кстати я. Я забил единственный гол Марселя в сегодняшней встрече. Ну а по XG. Мы наиграли на один этот гол. Ну и вот Страсбург на два мяча. Поэтому здесь все закономерно. Ну что же, по заданиям мы выполнили два. Не забили только вот два гола. Которая от нас была задача. Ну что же, у нас сегодня финал Лиги Европы. Марсель против Ювентуса. Надеюсь там наши более-менее отдохнули. Но я-то в принципе в хорошей форме. Играем кстати на стадионе BVB. Это Дортмунд, да. Это сигнал у Дуна Парк. Смотря на что BVB. Назвали его так. Вроде BVB. У Мюнхен-Гладбурской Баруси так и называли стадион. Но посмотрим. Дождь на стадионе. Поехали. Ну что же, мы в Дортмунде. Финал Лиги Европы. Марсель против Ювентуса. Ну что же, мы недавно обыгрывали PSG. Тоже сильную команду. Но вот посмотрим, как у нас получится сегодня отыграть. Давайте возьмем оценку. Но мне кажется, сегодня будет очень трудная для нас игра. И все-таки мы пропускаем. Уже восьмая минута. Дебала с дальней дистанции открывает счет. Так, Мунис. Неплохо. И вот она хорошая передача на Пайет. А ну и забивать, да. Это моя голевая передача в финале. Забивает Пайет. Еще вот так вот празднует скромненько. Ну, а у нас получается забить в финале. Это замечательно. Ну и мы снова пропускаем. 42-я минута. Снова забил Паула Дебала. Ну. И отлично. Отлично здесь Милик добил. И снова у нас ничья 2-2. И Пайет забивает. И выводит нас вперед в самую девятку. Дмитрий Пайет забивает снова. Только в этот раз он уже выводит нас вперед. Все. Финальный сесток. Марсель становится обладателем Лиги Европы УИФА. Обыграли в финале Ювентус. Действительно волевая такая победа. Дважды мы сравнивали счет. Ну и в итоге Дмитрий Пайет, мне кажется, станет игроком матча. Забил дубль. При том, что очень красивый гол в девятку. А я вроде только отдал голевую передачу на него. Сам я гол не забил. Ну что же, пошло награждение. Вижу себя. Сейчас мы будем подниматься на пьедестал. Ну и замечательно, конечно, кадры у нас опять. Болельщиков. Руки их показывают. Ну и мы прям по центру вот так вот стоим. Ну что же, нас видно вообще будет? Нет. Нет, вообще нас не видно, конечно. Вот так вот мы сзади там прыгаем. Ну что же, всех с победой. Кто в нас верил, кто за нас болел. Наш первый Еврокубок. С нашим Хавьером Муниесом. Ну и конечно же, эта замечательная фотография с трофеем. Марсель. Выиграли Лигу Европы у Ефа. Вот есть вот мы прям по центру. Это вообще замечательно. Ну что же, лучшим игроком финала стал Девала. Там даже, кстати, может быть, ну, лучшим игроком Марселя. Кстати, почему-то я нажимаю вот так вот. Хотя 9,1 у Паэта. Странно, как-то здесь выстрелили. Но лучшим игроком стал Павел Дебала. У него оценка 9,8 и два забитых мяча. Ну что же, что у нас по ХГ. Мы наиграли на 5 мячей. Ювентус еле-еле на скреб на 2. Ну что же, по матчу мы выполнили рейтинг матча и избежали поражения. Но вот точные навесы мы вообще вроде ни одного навеса и не сделали. Так, лучшим игроком турнира, кстати, признан я. Замечательно. Первый мой Еврокубок. Еще и лучший игрок турнира. Супер. Лучшим игроком Лиги Конференции. Выиграла его Рома. Стал Абрахам. Ну, кстати, очень странно, что Рома выиграла Наполи по пенальти, но сзади Лига Чемпионов нарисована. Очень странно. Ну, а Лигу Чемпионов, кстати, выиграла Баруся Дортмунд. Или нет? Атлетика Мадрид. Да, Атлетика. Но лучшим стал Малин. Вот. Ну, а здесь, кстати, местами почему-то поменялись. Очень странно. Так вот это все. Здесь мы действительно, да, Лига Европы. Но там, правда, почему-то Жерсон решили взять. Атлетика выиграли Лигу Чемпионов. Обыграли Милан со счетом 3-1. Ну что ж, сейчас у нас последняя игра за Марсель. После этого мы возвращаемся с вами в Валенсию. Также у нас будет Чемпионат Мира. Но Чемпионат Мира уже будет в следующем выпуске. Поэтому сейчас мы отыграем финал Кубка Франции. Подводим итоги сезона и будем заканчивать. Поехали. Итак, мы на Парк Де Пренц в Париже. Марсель против Монтпелье. Матч за Кубок Франции. Напряженный у нас выдался полуфинал по серии пенальти с ПСЖ. Так. Даже не знаю. Давайте оценку попробуем. Неплохо. Паэт через Милика. На нас фокус сегодня. в этом финале. И отлично. Сразу же забиваем. На 10-й минуте хорошим мощным ударом буквально там штангу снесли. Но забили. И Милик шикарную на меня передачу отдает. Выход 1 на 1. И это 2-0. И вот неплохо. Еще и пас можем выдать. И это 3-0. Дубль плюс голевая еще на Милика сейчас. Ну и все-таки пропускаем мы в концовке. 89-я минута. 3-1. И все. Финальный свисток. 3-1. Мы обыгрываем Монтпелье. В финале Кубка Франции. То есть мы выиграли все трофеи, которые только могли в этой аренде в Марсель. Ну и с полным багажом возвращаемся в Валенцию. Всех поздравляю с финалом и с выигранным трофеем очередным во Франции. Кубок Франции. Супер. Действительно все, что могли выиграть во Франции все выиграли. Даже Еврокубок смогли. Ну что же, вот она фотография. Кубок Националь. Кубок Франции. Все три трофея, в которых только участвовал во всех турнирах Марсель. Марсель выиграл. Лучшим игроком финала признан я. У меня дубль плюс 1 голевая. Ну и по ХГ. Мы наиграли на 4 мяча, но вот Монтпелье на 2. В любом случае разница в 2 мяча должна была быть. Ну что же, по заданиям мы выполнили рейтинг матча и избежали поражения, но вот в соотношении голов к ударам это мы не выполнили. Ну что же, друзья, давайте будем подводить итоги нашей аренды во Франции и в принципе заканчивать на сегодня. Итак, в чемпионате Франции мы заняли первое место на 1 очко. Буквально опередили ПСЖ. Было у нас много поражений в концовке. Потери очков ненужных, но все-таки смогли выиграть. Кубок Франции тоже за нами. Мы обыграли Монт Пелье суперкубок. Уефа выиграл Челси, обыграли они Вильяреал 3-2. Лигу чемпионов выиграл Третьих Мадрид, выиграли они Милан 3-1. Мы выиграли Лигу Европы 3-2, обыграли Ювентус. Ну и Лигу конференции выиграла Рома, обыграв по пеналите Наполе. Ну что же, статистика игрока Неймар на втором месте. На первом месте прошу прощения 30 у него забитых мячей за 38 матчей. Умбаппе 26. Мы на третьем месте у нас 22 забитых мяча за 20 матчей. То есть, мне кажется, если бы нам дали 18 матчей, мне кажется, мы бы 9 мячей уж точно бы забили и опередили бы Неймара. Ну что же, поглядим передачу. На первом месте Милик. Мы идем... А где мы идем? А мы идем на 12-м месте. Мы опередили и, кстати, Леонеля Месси. Он идет на 13-м. Ну, вот у меня получилось так, что за меньшее количество матчей я попал выше. Ну и лучшим вратарем стал Лопес. Лучший бомбардир в Кубке Франции это мы. 6 у нас забитых мячей. Лучшим ассистентом стал Неймар. У него 4 голевые, так же, как и у Милика. У нас всего лишь 2. Лучшим вратарем стал Лопес. Так, в Лиге чемпионов лучшим бомбардиром стал Суарес. Лучшим ассистентом Бруно Фернандеш лучшим вратарем Гулачи. В Лиге Европы мы стали лучшими бомбардирами. 12 мячей за 9 матчей. Мы стали лучшими ассистентами. Ну, а лучшим вратарем стал Городецкий. Ну и в Лиге Конференция лучшим стал Мина бомбардиром. Забил 8 мячей из Сельты. Уэйгель стал лучшим ассистентом 7 голевых. Ну и лучшим вратарем стал Лаша Димас из Бенфики. Ну что же, игроки отправятся в сборную. Давайте посмотрим, кто. Мы отправились в Мексику, Даля Фуэнто в США и Милик в Польшу. То есть всего лишь 3 игрока на чемпионат мира отправились. Ну что же, давайте посмотрим по статистике. Я не знаю, почему-то мне не написали, что я там прибавил к рейтингу. Я не помню, с какими рейтингами отправлялся в Марсель. Может быть, в 78-м где-то. Вот. Но 34 матча. Да, вот. 78-м у нас был. Плюс 2 к рейтингу мы добавили 34 матча за Марсель, 20 в чемпионате, 9 в Лиге Европы и 5 в Кубке Франции. В итоге 22 забитых мяча в чемпионате, 12 в Лиге Европы, 6 в Кубке Франции, в итоге 40 мячей, плюс 14 голевых передач. Просто шикарная статистика. Средняя оценка у меня 9 и 0. Вот как-то так. Прокачал себе слабую ногу. Теперь она у нас 4 звезды. Ну, будем качать, чтобы 5 плюс 5 было. Ну, и вот как-то так. Скорость у нас 86, удары 78, пассы 78, дриблинг 80, защита 36 и физика 79. Поэтому как-то так действительно все. В следующем выпуске мы будем играть и стартовать с нашего дебюта в сборной на чемпионате мира. Так, а нас там будут показывать в форме? Да, тут такая вот форма у нас. Я тоже под 11 номером. Ну, я еще стал, кстати, лучшим игроком Кубка Франции. Вот, мне тоже здесь написали. Ну, что же, на этом все, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok